Всем привет, вы слушаете Избасар подкаст, с вами сегодня Абай, Норпис, и наши гости сегодня Амирхан и Нордаулет. Они оба выпускники Норда КТЛ, студенты в Гонконгском университете, который занимает 36 место в мировом рейтинге университетов. Будучи школьниками, они занимались олимпиадами, Амирхан — математикой, Нордаулет — физикой. Они оба выступали и завоевывали места на международных олимпиадах. Амирхан проходил стажировку на позиции Data Scientist в стартапе в Вене этим летом, а Нордаулет начал стажировку в Гонконге. Сегодня мы поговорим с ними об учебе в школе, об учебе в Гонконгском университете, о том, как ребята выбирали направления и о сложившейся ситуации в Гонконге. Привет, парни, как у вас дела? Амир, давайте начинай. Всем привет, спасибо, что позвали. У нас все хорошо, да? Спасибо, что согласились принять участие в нашем подкасте сегодня. Да, давайте тогда начнем со школьной жизни, да? Можете рассказать нам, чем вы занимались в школе? Давай, Нордаулет, начнем с тебя. Наверное, мой ответ будет очень знаком многим олимпиадникам. Это в основном мы занимались олимпиадой, оставались после занятий и чаляли свои предметы. В моем случае я чалил физику. Но все равно я хочу сказать то, что с классом, я думаю, что я общался хорошо и тоже успевал участвовать в социальной жизни класса и школы. Но было круто то, что мы пропускали все уроки и ходили только там на экзамены или когда скучно станет, по классу соскучишься, там, пойдешь, на класс придешь и как-то так, так пять лет и прошли. Ты сейчас все народу подставил. То есть у вас было свободное посещение для олимпиадников в школе, да? Начиная с какого-то... Что-то в Робе этого. Понятно. Типа, если ты добился каких-то успехов, минимальных, ну, там, пройти на респу, тогда тебе дают, а если нет, то не всегда. Понятно, круто, круто. А Нордовлет, ты когда школу закончил? В 2018. То есть сейчас ты ученик второго курса, да? Да. Понятно. Амирхан, а ты чем занимался в школе? Ну, как и Нордовлет, я, получается, седьмого класса занимался математикой усиленно, участвовал на олимпиадах различных, также после уроков мы оставались заниматься с учителями, проходили новые темы. Но помимо этого я занимался футболом, в детстве более усиленно, но потом пришлось расставить приоритеты. До какого-то момента я был капитаном в школе, но потом я так шифнул свой фокус на математику и так, ну, просто играл за команду, за сборную. Понятно. А свободное посещение когда взял? То есть когда результаты начали приходить? Ну, бывало так, то есть, получается, если у тебя какая-то олимпиада бывала, и прямо перед ней там за две недели тебя могли освободить. Это если, ну, у тебя, допустим, нет никаких успехов прям. А если у тебя уже олимпиада посерьезнее, тогда я мог бы дать даже на два месяца, скажем, до олимпиады. А в каких олимпиадах ты участвовал и какие места ты брал? Я участвовал на Республиканской олимпиаде, там взял бронзовую медаль. Потом участвовал на Азиатско-Тихоокеанской международной олимпиаде, там тоже бронзовую взял. И я еще участвовал на олимпиаде, называется «Шелковый путь». Она также международная, и там тоже бронзовая. Круто. То есть три бронза, да? Да. Круто-круто. А, Нурдавля, ты в каких олимпиадах участвовал и какие результаты у тебя были? Я на Республиканской участвовал. Там каждый раз результаты были разные. Но в 10-11 классе я взял золото на Республиканской. Также участвовал на Азиатских олимпиадах и международных. На международных оба раза взял бронзу в Португалии и во Вьетнаме. В Португалии и в Индонезии. На Азиатской участвовал в 2018-м во Вьетнаме. И мне нереально повезло. Я взял золотую медаль. Ну, там, чисто фар. Давайте теперь поговорим о вашей школе. Вы ведь оба выпускники Нурорда КТЛ. Можете рассказать нам, что такое Нурорда КТЛ и в чем отличие от обычных школ Казахстана? Первым делом хотел бы отметить то, что Нурорда – это школа, которая занимается по той же программе, что и все лицеи. То есть у нас тоже усиленно обучали английскому в седьмом классе. Технические предметы учили на английском. И также у нас был турецкий язык. И гуманитарные предметы в основном были на казахском или изучение разных языков. А Нурорда, вкратце, это, наверное, место, где учителя и ученики все между собой друзья. И это такое доброе место, которое помогает тебе раскрыть свой потенциал в очень защищенной такой обстановке, которая позволяет тебе фокусироваться на том, что ты хочешь. И также ты всегда окружен очень доброжелательными людьми. Амирхан, есть ли что добавить? Ну, что мне нравится в Нурорде, то, что там есть свобода мысли или что-то такое. В плане, если ты что-то начинаешь, тебя все вокруг будут поддерживать. Ну, учителя, друзья и так далее. Поэтому, если ты что-то инициируешь, это только хорошо. Также в нашей школе есть общежитие. И там уже тоже своя атмосфера, немного отличающаяся от школы, более такая родная. Мы с Турдоведом тоже жили. И, вкратце, было очень весело. Общежитие было только для олимпиадников, либо для всех учеников Нурорды? Нет, все, кто жил там, они жили, да. Я еще слышал то, что есть специальные стипендии в Нурорде для участников олимпиад. Можете рассказать про это и как вообще процесс подачи документов на стипендию? Вообще, это правда, да. Потому что у меня есть одноклассница, которая училась на платном, и она постепенно, как она показывала результаты на олимпиадах, она постепенно приобретала больше и больше скидку на грант. То есть, даже если человек учится на платном, и он решает заниматься олимпиадой, он может перевестись на обучение со скидкой. И, кстати, Амерхан – это тоже один из примеров. Также есть схема, то, что можно поступить туда на полный грант изначально. Это обычно происходит так, что подают ученики в разные лицеи, и потом сравнивать результаты по Казахстану и предлагает грант тем, кто отличился. И если они соглашаются, то они могут начать обучение в народе на бесплатно. Понятно. То есть, вы оба учились на стипендии на гранте? Да, только немного в разном смысле. То есть, он подавал в КТЛ, занял там высокое место по Казахстану, и его позвали в народу. А я до этого учился в народе, в шестом, пятом классе. И я никуда не подавал, я решил остаться, но вот за время моего обучения в начальной школе я тоже участвовал на олимпиадах, на городских и так далее. И за счет этого у меня дали стипендии тоже. Круто. Понятно. Как вы уже оба сказали, вы занимались олимпиадами и достигали больших высот на международных олимпиадах, занимали призовые места. Давайте поговорим непосредственно о... Как проходила подготовка олимпиады? Как вы учились, как готовились, как жили олимпиадники на Рыды? В физике все было... Ну, я не знаю, как на других предметах, но у нас было так, то, что на начальном этапе сильно поддерживал нас Айден Агай, то есть Убжанов Айден, но он сейчас там уже не работает. Вот. Он, получается, с нами раз в неделю занимался на протяжении целого дня, то есть всю субботу. Он с нами сидел, решал с нами задачи и объяснял какой-то один концепт, который мы потом на следующей неделе практиковали. И нам он специально давал материалы, уже заранее подготовленные. Вот. И они там разделялись на разные сложности. Ты пробовал начальные, средние, усложненные задачи. И так постепенно формировалась база, некий фундамент. Вот. И далее, уже когда ученики набирают какое-то знание и получают какую-то базу, они ездят на разные кампы, где собираются лицеисты со всех регионов. Вот. И они вместе интенсивно занимаются там Олимпиадой в течение недели. Там тоже есть рейтинги. И обычно те, которые любят конкурировать, да, они очень стараются в это время. Вот. Также это хороший шанс спросить у других, откуда они берут разные ресурсы и откуда они занимаются. И сделать свой некий багаж материалов, которые ты можешь потом дальше посмотреть и выбрать себе, чем ты хочешь, что ты хочешь изучать. Вот. И после того, как уже база набирается, обычно студенты уже идут ну, как бы в свободное плавание, они уже сами знают, что им нужно. На разные Олимпиады сами уже готовятся, подбирают материал, ищут его и сами занимаются. Вот. Если у них есть какие-то сложные вопросы, мы обычно спрашивали у своих там Абиши, это люди, то есть студенты, которые тоже занимаются Олимпиадой, но на несколько лет постарше. Или у своих кинтов, учителей там из других городов. Как-то так. Ну, в моем случае нашим учителем был Сабит Афаян. Он преподавал в Нур-Руде, сейчас преподает в Алматинском котеле. Вот. Получается, в седьмом классе у нас было три Олимпиадника, семиклассника. Вот. С нами он занимался... Ну, вначале у нас, естественно, не было никаких знаний об математической Олимпиаде. Вот. И он с нами занимался почти каждый день, очень интенсивно. Мы вместе решали задачи, разбирали их. Потом, вот мы, после того, как он нам дал базу, он начал звать других Олимпиадников, которые уже закончили школы, которые добились уже какого-то определенного успеха на международных Олимпиадах. И они преподавали нам тоже различные темы. Обычно это были какие-то артиклы об одной конкретной теме, и мы вот вместе могли решать днями этот артикл, разбирать его. Вот. А потом, когда ты уже в старших классах, тогда тоже иногда приходят какие-то учителя, тоже какие-то темы объясняют. Но в основном ты уже сам знаешь, какие у тебя минусы, какие у тебя плюсы, и в соответствии с ними ты выбираешь, что тебе нужно подусилить, так сказать. Вот. Ахмед. Нурдовля, ты уже начал говорить о том, что на кампах, кампы это, наверное, не все знают, это сборы, да? На сборах вы знакомитесь с другими олимпиадниками, и уже делаете свой багаж ресурсов, по которым вы будете заниматься. У нас такой вопрос, назовите топ-3 ресурса для подготовки к олимпиадам, в твоем случае к физике, в случае о механах к математике, для тех, кто хочет начать заниматься олимпиадами в физике и в математике. Я могу начать с физики. Если люди хотят начать заниматься, тогда, наверное, классика это тысяча и одна задача по физике. Это задача, который позволяет в плане физики, по крайней мере, развить некую смекалку и более-менее направить на олимпиадное мышление решения задач. И зачастую это бывает такое, что обычно задачи там такие, то что они заставят тебя думать над чем-то днями, и потом, когда ты догадываешься до какого-то маленького трюка, который ты можешь применить в этой задаче, и потом она магическим образом решается, то это прям нереальный кайф. И в принципе, из-за чего мы занимались олимпиадой. Еще есть задачник, называется Кирик, то есть это сборник задач по физике для девятых классов, десятых. Обычно его выбирают те, которые прям только начинают, потому что там, как я уже до этого говорил, там есть разные сложности, начальные, средние и сложные, и как раз по этому учебнику нас Айден Агай тренировал к физике. То есть вот Кирик, тысяча и одна задача по физике, и плюс я добавлю то, что нужно читать теорию, и мне кажется, для самого начала будет очень полезно читать обычные учебники по физике школьной, потому что зачастую олимпиадники начинают заниматься олимпиадой сразу, сразу, как только начинают изучать этот пример в школе. То есть в седьмом классе физика только начинается, они сразу идут на олимпиаду, и хоть они вообще физику не знают, они уже пытаются олимпиадное направление изучать. И поэтому, мне кажется, очень важно сначала хотя бы учебники почитать, которые в школе преподают, то есть это более-менее легкие концепты какие-то, которые очень важны для понимания. В моем случае мы начинали в седьмом классе изучать книгу Гордин, называется она, это автор Гордин, название точно не помню. Там в основном задача на логику, потому что там такие задачи, что тебе почти ничего не требуется, тебе достаточно знать школу на программу, а дальше там уже дело твоей смекалки и логики. Вот, начинали мы с этого, но также в математике есть раздел геометрии, насчет геометрии можно начать с автора, его зовут Прасолов, тоже очень хорошая книга, и книга по гибре есть, называется, автором является Алфутова, тоже очень хорошая книга. Также стоит решать задачи прошлых лет, прошлых олимпиад, международных, республиканских, их можно найти на сайте matol.kz, а также есть очень хороший сайт, там тусят олимпиадники по математике, может по другим примерам тоже, сейчас не знаю, он называется Arts of Problem Solving, коротко сайт aops.co, там также получается можно решать очень разное количество задач и обсуждать их, ты можешь отправить свою задачу к кому-нибудь, которую не можешь решить очень долго, те могут скинуть решение, ну и ты также тоже можешь помочь, это такой типа Quora или Stack of All чисто для олимпиадников. только для математиков или есть физики тоже? уже есть другие предметы. А общение ведется на английском в этой платформе? Да, на английском. Понятно. А вообще на олимпиадах вы решали задачи на английском либо на русском, то есть на языке, на котором вам удобнее решать задачи? Ну, вначале мы изучали на русском, поэтому задачи тоже на русском решали. Ну или вообще когда олимпиада проходит, задачи расписывали и читали на русском. Но иногда есть какой-то материал, который есть на английском, но нет на русском. Естественно, у тебя нет выбора и ты учишь его на английском. На международной олимпиаде вы также могли выбрать русский язык как главный язык при решении, да? Ну, на международных, где я участвовал, там по дефолту мы на русском писали. А на международных, где на роду лет участвовал, я не знаю. Там тоже получается у нас есть тимлидеры наши, которые с нами едут и они помогают перевести для нас. То есть у нас забирают все гаджеты во время олимпиады и в течение недели у тебя нет электронных гаджетов. И из-за этого олимпиада еще круче, потому что ты в другой стране без гаджетов, ты общаешься с людьми и вообще смотришь вокруг, реально погружаешься в атмосферу. И в то время наши тимлидеры, они работают над переводом задач. У нас забирают электронные приборы, чтобы они нам не скидывали их. И они, получается, готовят перевод и в день тура у тебя есть перевод на своем языке, если нужно, ты можешь запросить на английском, чтобы, ну там иногда бывает, типа, блин, по-любому мой тимлидер накосячил и там смотришь, и возьму-ка на английском и подостоверись. Понятно. А что, если вы потеряетесь в новом городе, у вас же гаджетов нет? А у нас есть гайды, которые с нами всегда ходят. Окей. А какой вы вообще могли бы дать один совет для тех, кто хочет начать заниматься олимпиадой? Нужно заниматься не только олимпиадой. И я бы дал совет, то что не нужно начинать заниматься олимпиадой, если реально не интересно. То есть, есть люди, которые занимаются олимпиадой, хоть им не интересно, потому что им обижка говорит, родители говорят, учителя говорят, кто-то им говорит или просто peer pressure. Если им это не интересно, то лучше этим не заниматься, потому что олимпиада покажет результат только если ты действительно конзистентно работаешь над этим. Но это возможно только когда ты действительно любишь это дело и когда тебе нравится. а так просто себя мучить не надо. И нужно больше эксплорить, в чем ты хорош, что тебе не нравится и заниматься этим. Ну и еще как бы у нас так сложилось в Казахстане, что многие считают, что олимпиада, ну раньше считали по крайней мере, что олимпиада это такой почти единственный путь поступить куда-то в хороший университет. Но это далеко не так. То есть если ты найдешь какое-то дело, которое реально любишь и углубишься в него, твой пэшн, и если ты каких-то результатов добьешься в нем, то это, я думаю, сравнимо будет с олимпиадой и даже, может, лучше. Зависит, конечно, от того, чем ты занимался, но то есть олимпиада это не единственный путь. Есть много разных путей, как поступить куда-то или чего-то добиться. Поэтому это так. Если ты реально любишься, нужно заниматься, он прав. Понятно. Вообще хорошо, что ты заговорил про поступление. Давайте тогда перейдем на процесс именно подачи документов в универы. Можешь еще сказать, в какие университеты вы подавали и почему именно выбрали HQ? Я, короче, подавал только в US и все универы в US, которые подавал, я получил rejection. да, я подавал получается в UPN, но это немного подавал в UPN, в Cornell и в New York University. Я думал, что я в топ по-любому не поступлю, поэтому подам на ранг. Не то, что я. Эти универы все же топ, и я как-то их попробовал только. И я от них получил rejection. Остальные университеты я подавал только HQ и на крайняк оставил на зарбаевский. И так получилось, что меня взяли в HQ. Я пошел туда. В моем случае все было так. Вообще, я хотел учиться либо в Канаде, либо в Америке. В Канаду я подавал в University of British Columbia, University of Waterloo. Склонялся более к последнему University of Waterloo. Там, получается, была какая-то олимпиада у них математическая. Если ты на ней хорошо выступишь, можно было получить грант. Я им писал, короче, типа, как поучаствовать на нашей олимпиаде. Потому что в Казахстане нельзя было написать ее. И я так и не получил ответа. И в итоге я, получается, просто так подал, но без олимпиады, которую они требуют. Но и меня не приняли. Но меня приняли в университете в British Columbia. Но там мне там стипендию очень тяжело было получить полную. В Гонконгском университете у меня была полная стипендия. Поэтому я отказался. В Америке я подавал Wisconsin-Madison, Purdue и еще куда-то не помню. Но куда-то я поступил, куда-то нет, точно не помню. Потому что я уже определился тогда на тот момент с HQ. А когда ты уже определился насчет HQ? Получается, у меня ответ пришел в марте. что вот conditional offer был. Если я на госэкзаменах наберу пятерки, тогда они оставят. Потому что они сначала написали насчет ENT, а на тот момент какие-то проблемы с ENT были. Они не могли определиться с форматом. Но на тот момент у меня уже был сертификат ENT, по-моему, что у меня вот full как будто. И поэтому я сказал, что вот мне по сути не нужно писать. И они согласились. Понятно. А ты подавал в 2017 году? Так. Я подавал в 2016 году. В 2017 я закончил. Понятно. А есть ли какие-то советы при подаче документов в университеты? То есть не только в HQ, но вообще в американские вузы, которые вы подавали? Если честно, я только один университет попробовал HQ, и поэтому я могу сказать только об HQ. В принципе, мне кажется, то, что сюда поступают очень разные люди. То есть в HQ среди наших поступивших есть не только олимпиадники. То есть есть чуваки, которые олимпиадой вообще особо не занимались. То есть до 9 класса посидели, в челленджме им не понравилось, и они квитнули. Поэтому мне кажется, что там смотрят хорошо на personal statement и плюс всяким экстракурриклум activities. Но еще что интересно, то что университеты в Гонконге сильно обращают внимание на твои оценки и ENT. То есть если ты подаешь через свидетельство о окончании среднего образования со школьным сертификатом, то они скорее всего спросят ENT. И я тоже, чтобы поступить в HQ, я задавал ENT, чтобы подтвердить, что я могу какой-то балл пройти. Они там conditional offer присылали. Вот, я ENT тоже челил. Shoutout нашим Мухаммед Халиарай, тарих, который преподавал. В общем, да. Понятно. А ты, Амирхан, можешь рассказать про процесс подачи документов в канадские вузы и потом в HQ, какие специфические советы ты бы дал? Я общался с одной девушкой, то есть я у нее брал консультейшн про эссе всякие. Мне нужно было по курсу написать. Вот, и она мне сказала, что естественно personal statement, там, эссе, которые вы пишете в университет, они очень важны, потому что они отражают вашу личность и нужно преподнести себя с правильной стороны. Это очевидно, да. Вот, и нужно писать о себе, о своих хороших сторонах, о трудностях, которых ты преодолел, но, скажем, вот, если я подавал в HQ, там было просто нужно было написать одно эссе. Да, когда я подавал в канадский университет, там были очень много разных вопросов, и там на каждый вопрос там по 230 слов. То есть, твое мнение о чем-то, да, скажем, или чего ты там добился, еще чего-то. Вот, это, по-моему, единственное различие было, а так, в принципе, плюс-минус, суть одна и та же, если честно. То есть, нужно показать себя, чего-то добился, кем ты являешься. Вот, поэтому, ну, я не знаю, но многие скромничают в эссе, кажется. Хотя это не нужно делать, нужно, можно где-то чуть перевеличить, ничего страшного, они не проверят. Понятно. Вот, поэтому, да, похвалите себя в эссе, ничего страшного. Еще я бы хотел добавить, то, что, на самом деле, в Гонконге они на оценке реально смотрят. И вы же знаете, то, что там, и они сейчас с казахами только экспериментируют, то есть, очень много казахов набирают, то есть, и четыре года назад у нас там в Гонконге было человек 20, наверное, казахов студентов, сейчас 200. Есть университет в поле Ю, в котором там больше, чем 100 казахов учатся, если не ошибаюсь, у них есть контракт, то есть, это, скорее всего, подтверждено уже, то, что у них есть контракт со школами НИШ, и они специальную квоту выделяют для выпускников НИШ. Это университет в поле Ю. И, что мне кажется, насчет гонконгских университетов, то, что они смотрят на оценки, и поэтому нужно как можно больше вот здесь университетов подавать. Здесь 8 университетов, и, если возможность позволяет, нужно его все подать, потому что большая вероятность того, что они посмотрят на оценки и думают, нифига ты, машина у тебя там, GPA 5 из 5. Вот, и они думают, капец, там, саб-зиру, короче, мощно. Вот, и нужно пробовать, подавать. И, если кому-то твой творчество настоит, ему понравится, или какие-то твои активити, которые ты делал, они возьмут. Я забыл сказать, конечно, вот, я, получается, общался с той девушкой, которая насчет эссе много чего знает. Она сказала, что различия вот между канадскими, США и Гонконгом в эссе в том плане, что в Гонконг, как и в UK, ты пишешь его более официальным, что ли. В то время как в US ты можешь только немного крейти написать что-нибудь. Вот, она сказала, что в Америке вот такое ценится, иногда, case by case, а в Гонконге нужно писать, желательно, по официальной. А в канадский? Канадский тоже, как в US. А, как в US, да. У нас такой вопрос родился. У нас ведь есть тенденция, у нас, я подразумеваю, у КТЛских, а в частности, у олимпиадников, которые достигали высот на олимпиадах, есть такая тенденция, то, что большинство поступают в юнист или каист. Почему вы не стали идти по протоптанному пути и даже не подавали в юнист каист, даже не рассматривали эти университеты? В общем, когда мои друзья... Вообще, я не интересовался ни юнистом, ни каистом, если честно. В юнист я не хотел подавать, потому что подумал, что в Назербайджском примерно то же самое будет. Ну, если честно, я не знаю, не уверен, конечно, но если по рейтингу смотреть, он вроде не сильно отличается, поэтому я подумал, ну, в Казахстане, в принципе, знания одни и те же могут дать, я думаю. Ну, и как почти во всех университетах, по сути. Единственная разница, наверное, конкуренция, да. И в Гонконг я подал только потому, что к нам в школу приехал представитель Гонконгского университета. Я с ним поговорил, он сказал, подай, типа, мне кажется, ты сможешь пройти. Я подал туда, ну, также подал мой друг, он сказал, давай, подай со мной, почему бы нет, получится. На самом деле, я даже не рассчитывал на это, а потом, когда они прислали офферы, я начал уже задумываться. А твой друг поступил? Мой друг? Нет. Ах, ты его место делал. Не, он на лоу подавал, туда сложнее попасть просто. А ты на кого подал? Я на СС. То есть, изначально остался на СС? Да. А ты Нурдавлет? Насколько я знаю просто, я знал, что в Юнисте очень много казахов, я не хотел туда идти, потому что, в чем прикол, ты едешь за границей, там одни казахи, и, блин, ну, конечно, всем юнистовским словам, классный мир, у вас атмосфера, капец, бомба, но, мне хотелось чего-то другого, то есть, я не хотел, чтобы, я хотел, чтобы что-то мощно поменялось в атмосфере вокруг меня, вот. Я в КС не подавал, потому что я думал, типа, я в школе чалил, чалил, что я в универе тоже буду чалить, типа, и КС подумал, типа, конечно же, тяжко, а потом в очки пришел, и такой, ладно, окей. Просто, я еще, вот, QS ранкинг открывал для Азии, там топ-чайсы были, там, NUS и NTU, это университеты Сингапура, они оба занимали топ-2, и следующий был HQ, вот, но в Сингапуре, если ты на гранте учишься, ты должен потом работать в Сингапуре, типа Балашаха, только сингапурский, вот, но я подумал, то, что вдруг мне город не понравится, и мне придется там жить, и застряну на 6 лет, думал, нафиг надо, и лучше в Гонконг поеду, вот, а Гонконг, он оказался такой, как Нью-Йорк, то есть, очень хаотичный, в одном месте ты можешь увидеть супер какой-то лакшери район, и там же будет, ну, лежать, допустим, какие-то бездомные, или какой-то старый магазин, который уже сто лет там стоит, продает какую-то технику, там, по 50 тенге за кабель или что-нибудь такое, то есть, очень хаотичный такой Нью-Йорк стайл, и его часто называют азиатским Нью-Йорком, вот, и в принципе мне очень понравилось, да, и очень сильно меняет атмосферу, как раз то, что я хотел. Рахмет, давайте тогда перейдем к нашей постоянной рубрике, это рубрико, что бы я хотел знать, будучи школьником, что бы вы хотели знать, будучи школьником, так, давай начнем с тебя. Будучи, наверное, семиклассником, я бы хотел знать, то, что тосты можно трейдить, это типа, то, что у нас в общаге, кстати, отличие на рожде, то, что, возможно, это из-за того, что это частная школа, но это мне нравится, то, что там предпринимательские такие мышления, в общем, обычно, когда тосты готовят, каждый кушает два тоста, вот, но что они делают, они берут один тост, отдают кому-то, и когда, ну, своему другу, да, с другой параллелью, и когда тот чувак будет тосты кушать, он ему один отдаст, и ты, получается, два раза в неделю тост хаваешь, это же офигенно, вот, я в седьмом классе, в восьмом этого не знал, и, блин, лучше бы я знал, потому что, да, в два раза больше кайфа получил бы от общаги, все остальное оставил бы так же. Окей, супер. Я бы сказал, что, ну, во время школы, помимо Олимпиады, там футбола, если честно, я не так много чем занимался, поэтому я бы хотел еще чем-то заниматься в социальном плане, возможно, да, то есть устраивать что-то в городе, да, в школе и так далее, быть более социальным на момент того, когда я был школьником. Ну, наверное, это почти единственное, чего бы я хотел сделать во время школы, но так и не сделал. Теперь давайте перейдем в следующую часть нашего подкаста, это «Жизнь после школы», и начнем мы сразу с вопроса о выборе специальности. Почему вы оба решили изучать компьютер-сайенс, хотя оба занимались олимпиадами в других сферах, то есть вы не были олимпиадниками по информатике и решили выбрать компьютер-сайенс? Ну, математика очень сильно связана с компьютер-сайенс. Да, то есть у меня есть очень много курсов, где ты тупо теорию учишь, и там очень много математики. Конечно, это отличается от математики обычной, но при всем при этом математика является важным аспектом компьютер-сайенс. Вот. А почему я выбрал на компьютер-сайенс? Потому что я подумал, что, ну, математикой, возможно, будет немного скучно заниматься мне, а плюс сейчас компьютер-сайенс очень хорошо развивается, поэтому почему бы не заняться этим? Вот. Возможно, это как-то повлияло на то, что почти все математики шли на компьютер-сайенс, но это другая история. В моем случае вообще был прикол такой, то, что я подал, по идее, на физику, потом я прихожу в универ, и первые две недели у нас ад-дроп-период, и я хожу на физик, на курсы по физике и думаю, блин, опять, по идее, что все опять, что ли, это делать? Ну, то есть, я чухал, что курсы, которые я беру, типа, easy, там, A+, могу вытащить, вот. Ну, это звучит, наверное, как-то, не знаю, странно, но, в принципе, мне нравилась физика, да, но я всегда, когда думал, что если, что если в будущем я буду работать, допустим, в лаборатории, мне это точно не понравится, там, эксперименты делать, потому что зачастую сейчас много чего уже открыли, и очень нужно специализировать, ну, в очень узкую специализацию идти, а мне хотелось бы, чтобы я, у меня, ну, были широкие знания, в плане, кругозор был широкий, тогда я понимал то, что я хочу чем-то заниматься другим. Обычно физики, которых я встречал, они говорили то, что физики могут заниматься чем угодно, и поэтому я и подал на физику, вот. А потом, когда я узнал то, что у нас в первом году, оказывается, мейджор не обязательно выбирать, я сразу физику кинул, короче, в первую неделю, и думал, какой, какой же я мейджор буду выбирать, вот. Потом я хотел попробовать что-то связанное с финансами и одновременно с технологиями, то есть, это автоматически, ну, сводит стороны там в какой-то трейдинг или data science или что-то в этом роде. Вот. И у нас были как раз специальности на факультете науки, которые называются там статистика или risk management. И также был decision analytics, который я выбрал, потому что на нашей специальности мы изучаем в основном статистику, то есть, это анализ информации, то есть, с помощью математических каких-то моделей статистических анализировать информацию и что-то полезное делать из этой информации. Вот. И они скомбинировали этот скилл с программированием и мне показалось, что это, как раз, бомбезная комбо, которое я хочу изучать. И потому что оно может применяться в любой сфере и мне казалось, что я, если я начну в чем-то работать и мне не понравилось, то я могу легко переквалифицироваться и что-то другое уйти, то есть, оставаться флексибл и из-за этого я выбрал свой менеджер. Понятно. А в HQ можно ли делать какие-то майнеры? То есть, вы берете какие-то предметы за CS? За CS? У меня майнер в математике. Я, да, беру, потому что, как я и говорил, что математика и компьютер сайенс очень тесно связаны, особенно, если я хочу изучать там машин лернинг, там еще что-то, дейта сайенс, скажем, там математика очень нужна, и поэтому я решил взять майнер в математике. Там даже можно было взять дабл мейджер, но я бы, возможно, не успел. Понятно. То есть, как CS мейджер тебе не обязательно брать курсы по математике? Там есть обязательные курсы, минимальные, да, но их там вроде два курса, что ли. А я беру еще где-то 6-7. Понятно, круто, круто. А ты, Нортавлет, есть ли у тебя какой-то майнер? Да, я пока что майнерюсь в финансах, и если, ну, то есть, у меня с планами все плохо, то есть, я не планирую вещь, вот, и если у меня там по курсам совпадет, тогда я мейджерюсь в финансах, вот, но пока что только майнер. Угу, понятно. Можешь ли тогда вкратце рассказать о системе обучения в HQ, сколько предметов в семестре должны каждый из вас покрывать, и сколько предметов должны закрыть, чтобы закрыть один мейджер? Вообще, примерно вот так вот в андеграду есть какой-то слой курсов, которые нужно взять каждому студенту в андеграде без разницы, какой мейджер. То есть, называется UG5 Requirement, туда входит там шесть курсов для твоего кругозора, то есть, это с разных дисциплин ты берешь курсы, просто чтобы посмотреть для интереса. потом нужно языковые курсы взять, там английский и китайский, но китайский можно, если хочешь, можно отменить, то есть, у тебя Free Elective появится. Вот, это есть, получается, обязательный Requirement для всех. Дальше есть обычно около девяносто шести кредитов на твой мейджер, то есть, девяносто шесть, это примерно шестнадцать курсов на мейджер, то есть, есть какой-то обязательный и то есть, дополнительно твой мейджер. И если твой мейджер очень много кредитов не забирает, тогда можно еще какой-то другой мейджер тоже взять дополнительный. Тогда, да, получается, очень флексибл система, я бы сказал, чтобы делать дабл-мейджеры или майнеры, что-то такое. кроме инженеров, инженеры, они чисто в своей специальности очень много кредитов берут, и поэтому они обычно не могут сделать. Кроме CS, все инженеры, кроме CS, они обычно не могут дабл-мейджер сделать. То есть, CS у вас входит в инженерию, School of Engineering, да? Да, да. Ну, в общем, получается, там, 240 кредитов, каждый курс весит шесть кредитов, получается, в среднем за семестр ты закрываешь пять курсов, то есть, 30 кредитов. А можно ли делать оверлоуд? В общем, да, стандарт это брать от кишечей до шести, оверлоуд это уже больше шести. Ты должен писать заявление, что ты хочешь сделать оверлоуд, они смотрят на твои оценки и советуют тебе брать или нет. А делали это? Я нет, я семь курсов не брал. Но можно также взять три курса, если ты там, допустим, пар-тайм-джоп у тебя есть, или интернш, что-нибудь такое. Понятно. А сколько вообще специальностей в HQ очень много? Можно ли создавать свою специальность, ну, в плане того, что берёшь какие-то предметы и создаёшь какой-то interdisciplinary major? Так, ну, насчёт создавания своей специальности точно я не знаю, потому что моя специальность посуществует там, Но есть очень, у нас есть специальность, связанная и с финансами, и с computer science, она называется Information Systems, почему-то. Вот, и там также можно получить, получается, мейджор и в финансах, и в computer science. О, круто. Вот, и это такой interdisciplinary. Он очень популярен, и туда берут не так много людей. Угу, понятно. А, Нурдавлет, ты берёшь этот мейджор, да? А, нет. А как твой мейджор называется? Я беру сейчас мейджор, который фокусируется на статистике и программировании, вот, а финансы я отдельно беру. То есть, это не входит в мой мейджор, и в мой дигри не входит. То есть, это как second major, что ли. Да. То есть, это, по сути, очень много разных комбинаций есть в нашем университете, и на каждый вкус что-то можно найти. Угу, понятно. Давайте тогда поговорим о студенческой жизни, да? Мы только что узнали, то, что в HQ очень хорошая академическая часть. А, насколько интересна студенческая жизнь? Чем занимаетесь за академией? Как вообще проходит ваше время за Чалшмой, как вы говорите? Внутри университета, естественно, существует очень много различных клубов, но любой вкус и цвет. если тебе что-то интересно, скорее всего, этот клуб существует. Ну, или если этого нет, то можешь, конечно, сам создать. Также существуют клубы внутри общежития. Я состою в двух клубах в общежитии. В университете я являюсь студент-амбассадором. Это не совсем клуб, а, скорее, это помощь университету. То есть, если приезжает какая-то делегация из учителей или студентов, ты им показываешь университет, говоришь об истории и так далее. В общежитии я состою в футбольном клубе и также у нас есть Тюринг-клаб. Там мы создаём всякие приложения для облегчения жизни студентов в нашем общежитии. Понятно. Да, на данный момент у нас есть одно приложение. Она облегчает кое-как грязи студентов. Там можно, блукать, резервировать разные комнаты. Круто. И вы сами студенты всё писали, да, весь этот код, да, да, да. Понятно. Круто. А Нордовлет, ты чем занимаешься за академией? Я в универе получается тоже студент-амбассадор. Да, это... Я бы ещё хотел добавить, что они чем мотивируют тебя заниматься этим, то, что они строят рейтинг из студент-амбассадоров. За каждый активити в зависимости от сложности дают баллы какие-то. и у тебя есть возможность поехать на трип, если ты попадаешь в топ 50 студент-амбассадоров. Если ты собираешь какое-то большое количество баллов, то ты можешь поехать на трип, который они полностью всё оплачивают. Вы просто куда-то летите, в Корею или в Тайвань, в Малайзию, вот они вроде летали, чтобы просто потусить недельку со всеми студент-амбассадорами, просто потому, что это весело. Потом, получается, также я сейчас живу в общежитии, где мы тоже организовываем разные cultural activities и также состоим в разных спортивных клубах. Я сейчас новичок в теннисе и начинаю играть в теннис. Мы с Аймером тоже часто играем. Сейчас в бигиннере, надеюсь, раскачаемся и будем рвать. Но в основном в HKU допустим, студенты, ну это такой тренд, который я заметил как казахстанец, то, что студенты очень много думают о своих перспективах после окончания университета, уже будучи первокурсником. То есть обычно в Казахстане не видишь там студентов, которые пытаются после первого курса взять какие-то стажировки или на какие-то специальные программы идти, они просто ну как бы чилят, занимаются учебой, как-то так. А здесь все, я могу даже сказать, помешаны на этом и очень сильно создают peer pressure, чтобы ты тоже что-то делал, потому что все хаслят, и ты смотришь вокруг и думаешь, ё-моё, что происходит, надо что-то делать. Вот. И тоже подвешь на разные там стажировки и всё такое. А у вас университет, он в городе находится, либо за городом, и у вас только один кампус, либо несколько зданий во всём городе. Как вообще HQ располагается? Наш кампус находится, наш университет находится в городе, недалеко от центра, вот. И получается у нас есть несколько кампусов, один main кампус, там почти все, почти все студенты находятся там, и есть отдельный медицин кампус, там, соответственно, студенты, которые изучают медицин. И, по-моему, ещё есть у нас один кампус для marine studies, он уже ближе к морю получается, они изучают море, вот. И, по-моему, если я не ошибаюсь, есть соматологический кампус, но я не уверен, по-моему, есть. А общаги находятся далеко от самих кампусов? Общаги по-разному, существуют общаги прямо на территории университета, существуют в пяти минутах, и в моём случае примерно 15 минут ходьбы. Да, я живу более только интернешнл общаги, там получается где-то, скажем, 60% интернешнл студентов. Нордалет также жил со мной в этой общаге в прошлом году, вот, а сейчас он живёт в traditional hall. Traditional hall он отличается от моего, потому что он был создан очень давно, у него есть своя история, и там очень много местных студентов. В моём случае это такая новая общага, там всё так спокойно, чил, и большинство это интернешнл. Насколько нам известно, в Гонконге очень много казахстанцев, расскажите о казахстанской диаспоре, Нордалет мне уже сегодня немного рассказал, поэтому давай, Нордалет начнёт с тебя. Вообще у нас, получается, я ещё раз упомяну, то, что казахи сюда приезжать стали недавно, и количество сейчас очень быстро растёт, и поэтому мы задумались о нужде, то есть мы поняли нужды какого-то социати для казахов. Также, скорее всего, у вас в Европе уже есть эти социати, потому что казахстанцев очень много, вот у нас это только появляется, это движение, и вот мы в этом году основали КАЗ-социати, который состоит из всех казахстанцев, у кого есть казахстанский паспорт, то есть технически если вы сюда приедете, то вы тоже нашими мемберами будете, вы можете посещать все ивенты, и у вас будут все права мемберов нашего социати. Получается, мы организовываем разные вещи, такие как welcome party для фрешманов, и проводим разные какие-то мероприятия, как на УРС, и Independence Day, пытаемся шерить нашу культуру с местными, и также помогаем нашим своим студентам, например, с помощью сотрудничества с нашим консульством, мы смогли выбить какие-то стажировки в Казахстане для гонконгских казахстанских студентов. И у нас есть свой атаман, это Рустам Агай, он здесь получается обучался здесь в университете EDHK, и сейчас работает учителем в местной государственной школе, и он часто приглашает нас к себе в гости, или в кафешке зовет, с нами общается, и пытается как-то поддерживать с нами общение, и мы часто у него спрашиваем какие-то советы, и все такое, и он президент нашей ассоциации казахов, и также есть много студентов-активистов, которые помогают в организации всех этих ивентов, также мы недавно как Society сделали коллаборейшн с Казах Republic, вы, наверное, знаете эту компанию, которая одежду производит, и мы у них заказали специальный эдишн для гонконгских казахстанских студентов, то есть Каз Society Hong Kong, и заказали футболки участие в Диаспоре. В этом Society я активно ничем не занимаюсь, ну так иногда посещаю какие-то мероприятия. Внутри университета у нас тоже есть такой комьюнити. В прошлом году мы, ну, из ЦР и так начинается, в общем. Получается, мы жили в общагах, в соседних все, и там каждый год ты должен перепоступать в общагу, должен подавать аппликейшн, чтобы жить внутри общаги. В противном случае тебе перепоступить туда с успехом. И мы решили устроить наурыз, и мы, получается, устраивали наурыз для всего университета. Получилось очень классно. Также там были студенты из Кыргызстана, Садикстана, они тоже праздновали с нами. Мы их там кормили мантами, пловом, им только Марат Гидей устроили, шоу. А Канину нашли? Канина, да, у кого-то была, по-моему, да? У меня была. Там мы, получается, мы показывали презентацию в шуточном стиле, типа стендапа про Казахстан. И в конце у нас был Кахут, где они могли отвечать на вопросы. Мы смотрели, слушают ли они нас или нет. И кто выиграл в Кахут, они целые хазы получили такой смачный. Было, конечно, тяжело отдавать, расставаться с этим хазы, но что поделать. Нужно было перепоступать в общагу, и мы шли, в общем, на реки, да. А вы, получается, чтобы поступить в общагу, это какие-то условия должны быть, то есть ты должен как-то соответствовать? в общем, в Гонконге очень дорогое, real estate очень дорогой, и один из самых дорогих в мире. И получается, что здесь квартиру снимать очень дорого, и поэтому демент на общаги очень высокий. Также очень сложно строить новые здания, поэтому есть какой-то лимит на общаги, вот. И места в общагах всегда меньше, чем студентов. И получается то, что они решили сделать так, чтобы место в общаге получает тот, кто конкуренции забирает себе место. с нашей общаги, например, процентов 40 каждый год вылетает и набирает новых фрешменов. То есть нужно будет попасть в какой-то более-менее топ, это делается благодаря тому, что ты какие-то социальные активити устраиваешь и участвуешь активно в жизни общаги. То есть, по сути, если ты приносишь пользу общаге, тогда тебя оставляют. И плюс у тебя должен быть там высокий, ну то есть не высокий, но какой-то нормальный GPA, который нужно поддерживать. Обычно тех, которые плохо учатся, их тоже кикают с общага. То есть асоциальным людям тяжело, да? Ну, значит, надо капец хорошо учиться. Там как раз-таки может даже с общаги что-то, чего-то добиться. Допустим, мой друг написал книгу вообще. То есть что-то такое тоже подходит в принципе. Круто. Он казахстанец? Он нет, он местный, он, получается, болел экземой. И он вылечился сам. И он учится на нутришниста. И он, получается, по своей специальности писал про экземы. Типа, как я вылечил и так далее. Давайте поговорим, тут написано, поговорим не только о хороших сторонах университета, но сейчас как будто немного такую плохую сторону уже затронули. Ну, расскажите о минусах университета. Это вот то, что наши слушатели попросили обговаривать с нашими гостями, потому что иногда хочется слушать не только плюсы и какие-то классные стороны университета, а минусы тоже, чтобы знать, что может не понравиться. Был ли у вас какой-то отрицательный опыт с университетом? Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, получается, на начальном этапе, конечно, климат другой, еда другая, люди другие, всё очень другое. У тебя такое, может быть, немного калчурошок. Но в целом, я думаю, это дело привычки, то есть, чем больше ты времени проводишь там, тем больше ты затягиваешься в их атмосферу, в их культуру. Вот. А в начале, да, я бы сказал, было немного тяжело, мне непривычно было кушать их еду, было очень жарко. Каждый день ты где-то три раза душ принимал, если не больше, потому что ты выйдешь на улицу, поднимешься обратно, и всё, ты уже здесь плотный. А так, я думаю, честно, вот, многие студенты, им вначале не нравится, полгода скажем, да, но потом им очень сильно нравится. Поэтому это очень всё так зависит от того, что тебе нравится, конечно. Но если так смотреть, большинству нравится после какого-то определённого времени. Мне кажется, я могу это даже как-то объяснить, почему это так работает в Гонконге, потому что самый фиговый сезон погодой, это осень и лето. То есть, начиная с августа, сентябрь, половина октября, погода ужасная. Вот как камера писал, там очень душно, ты постоянно в бане и надо душ принимать. И представьте, вы приезжаете как фрешмен в новый университет, и все говорят типа на, там в основном локалы, все вокруг говорят на китайском. Ну, то есть, говорят на английском, если у них спросишь, если нет, то всё на китайском. И ты находишься в какой-то ужасной погоде, потом все общаги, там комнаты маленькие, вообще площадь везде маленькая, и ты думаешь типа, ё-моё, куда я попал, короче. И там вокруг все типа азиаты, задеры, которые тебя по учёбе рвут по полной, и ты такой думаешь, ё-моё, короче, жесть. А потом погода становится лучше, ты уже за это время примерно находишь какие кафешки тебе нравятся, какие нет, примерно адаптируешься к учёбе, и начинается самый кайф, начиная вот с конца осени, там с ноября, у тебя, ты уже начинаешь втягиваться, то есть тебе нравится Гонконг, тебе нравится город, возможности разные, которые здесь предоставляются, и ну начинаешь как-то влюбляться в город, что ли, как-то так. и я спрашивал у многих студентов так происходило, потому что вначале у них прямо отвержение, у меня тоже так было, я думал, ё-моё. Кстати, когда только проезжаешь, какой-то запах, есть, но на самом деле, хоть там немного иногда в некоторых местах пахнет, но там очень чистый воздух, даже по сравнению с остальной, ну намного чище, по-моему, вот, так что, в экологическом плане вроде там всё нормально. Давайте тогда перейдём на нашу постоянную рубрику Insider Tips, есть ли у вас инсайты о вашем университете, которые сложно прогуглить, то есть, которые обычно знакомы только студентам, обучающиеся в HQ? Есть такая система, не система, программа, One Belt One Road Initiative, она сейчас очень распространяется по Азии, и из-за этой, получается, программы они позволяют студентам из Центральной Азии поступать в Гонконгские университеты на бесплатной основе, то есть, они предоставляют гранты, это, наверное, чтобы так сблизить к какому-то смысле народы, может быть, да, но из-за этого очень много появилось к осанке студентов, то есть, я думал, в интернете я только информации не находил, поэтому, если вы будете подавать в гонконгские университеты, вам стоит подавать почти во все университеты, потому что вы не знаете, откуда вам поступит грант, было такое, что вот один мой друг, он поступил в университет пониже рейтингом в Гонконге, ой, не поступил, но поступил в HQ, то есть, получше, поэтому никогда не знаешь, как ты поступишь на грант, вот, поэтому нужно везде подавать, давайте поговорим о ваших стажировках, Амирхан, давай начнем с тебя, этим летом ты проходил стажировку в Вене, вот так мы с тобой не увиделись, к сожалению, хотелось бы услышать, как ты нашел вакансию, как ты получил позицию, и самое главное, какие были твои обязанности на позиции Data Scientist, не совсем, я подавал очень много стажировок в Гонконге, но из-за того, что у меня не было опыта, скажем так, в стажировках, меня не так охотно принимали, плюс, они платили деньги, и им казалось, что если они платят, то, естественно, я должен давать какой-то аутпут, да, а у меня не было примера, где я стажировался и что-то им выдал, верно, поэтому я начал искать также стажировки за границей, во многие я не смог попасть, вот, потом я как-то шел по кампусу и ко мне подходит мой друг, вот, а он является вроде одним из президентов Isaac на базе нашего университета, вот, я ему сказал, вот, получается, у нас сейчас будут эти очень выгодные программы по стажировкам, давай, типа, попробуй подать, вот, я подавал, получается, в страны Европы, а что такое Isaac для наших слушателей? Isaac, Isaac это такая программа, которая обменяет людей со всего мира получать какой-то определенный опыт, то есть там есть voluntary experience, да, то есть ты можешь быть волонтером где-то и чему-то обучать людей, ты можешь приходить в стажировке, да, это более work experience, вот, но при всем при этом это, я бы сказал, очень полезная программа, ты вот, ты реально выходишь из своей зоны комфорта и даешь какой-то результат, плюс они обеспечивают твою безопасность и они, то есть, ну, никак тебе не кинут, да, в общем, я через эту программу подавал по многим компаниям и так получилось, что меня выбрали в одну из компаний и она называется Scarlett Red, они занимаются кожными заболеваниями, получается, существует очень много различных заболеваний кожи, да, например, экземы или еще что-нибудь, вот, и получается, естественно, существуют люди, которые лечатся, вот, и они создали такое приложение, которое используют, получается, Computer Vision, чтобы следить за прогрессом твоего возможного лечения или вообще состояния твоей кожи, возможно, ты чем-то болеешь, но ты об этом не знаешь, вот, они, получается, используют технологию, они наносят такой пэтч, то есть наклейку, чтобы потом через приложение с помощью своей камеры ты сможешь узнать больше о своей коже. Какая у тебя позиция была? У меня была что-то вроде Software Engineer, там, получается, это стартап, на самом деле, очень маленькая команда, я бы сказал, в моем офисе было человек 12, скажем, да, и помимо меня интернов Computer Science не было, поэтому мне отдали собственный проект, они попросили меня создать бота, Natural Language Processing бота, для их веб-сайта, чтобы консультировать их, возможно, потенциальных клиентов, круто, потому что их продукт очень тяжелый в понимании, то есть, вот так, если ты зайдешь на сайт, ты не сразу поймешь, о чем идет речь, плюс это B2B, и некоторым возможно, бесполезнее будет, поэтому они попросили меня создать бот, чтобы я сразу, ну, в маркетинговых целях, многие не понимают, для чего это нужно. Понятно. То есть, ты использовал какие-то стандартные библиотеки, типа NLTK, да? Да, там Dialogflow, понятно, да, вот, но я написал, в общем, вначале я писал на JavaScript, потом они попросили меня использовать больше PHP почему-то, потому что они сказали, вот мы будем переписывать сайт на PHP, и вот, я, получается, сделал один проект, потом тоже сам на другом языке. Понятно, круто. Давайте тогда, Nordavlet, можешь ты рассказать о своей стажировке, в какой компании ты на данный момент стажируешься, чем занимаешься, и какие твои обязанности? Сейчас, получается, я зимой остался в Гонконге, чтобы пройти еще одну стажировку, которую мне помог взять мой друг. Он знал человека, который занимается крипто-трейдингом, вот, и они, получается, занимаются, ну, это уже основавшаяся компания, уже она с 2014, кажется, года, и, получается, я здесь как стажер, вот, и в компании всего 7 человек, вот, и все, они очень большие профессионалы, и я очень хотел в этой компании работать, поэтому я попросил взять меня на стажировку на бесплатных условиях. местные, ну, эти 7 человек, которые здесь работают, они сильно отдаются своему делу, и поэтому мне кажется, что я у них многому чему могу научиться. Из-за этого решил остаться на эту зиму и поработать с этими ребятами. Давайте тогда перейдем в следующую часть нашего подкаста, это дискуссионная часть. Сегодня мы бы хотели обсудить с вами ситуацию, сложившуюся в Гонконге. В Гонконге из-за продолжающихся довольно давно акций протеста против китайского режима и накаляющейся ситуации в связи с этим МИД РК посоветовал нашим студентам и гражданам Казахстана, находящимся в Гонконге, избегать мест массового скопления. Мы видим, как тысячи бастующих людей выходят на митинги, полиция оказывает им сопротивление, бастующие подвергаются насилию. Это мы взяли из меди, и мы бы хотели услышать об этой ситуации от людей, которые находились в Гонконге в этом моменте. Можете рассказать, какая обстановка сейчас в Гонконге? Сейчас обстановка очень даже сложно описать. Протесты до сих пор проходят, но, честно, я вот за последний месяц я вот постоянно в город выхожу, но ни разу не было, что я нечаянно наткнулся на протест. Вот. Единственное, что можно заметить, то, что усиление в полиции, то есть часто можно заметить полицию на улице, но в плане протестов они обычно проходят организованно, они заранее уже знают, где будут протестовать, и зачастую это мирные протесты. Вот. И когда протесты мирные, их никто не разгоняет. Но когда протесты начинают, ну, протестующие начинают уже как-то хулиганить, и начинают, допустим, разбивать какие-то рестораны или что-то в таком роде, тогда приезжает уже более сильная полиция, что-то вроде ОМОНа, и они начинают их всех забирать. Но часто, если даже ты встретишь протестующих на улице, если ты увидишь, что это начинается, то ты можешь технично свалить, и ты в порядке, то есть с тобой ничего не будет. Да. И также, почему это вообще происходит, потому что, допустим, один, по-моему, дочь какого-то главы конгломерата, что ли, высказалась как-то не так у протестующих, и все рестораны, связанные с этим холдингом, который тот чувак возглавлял, они подверглись каким-то нападениям или что-то вроде, в этом роде, да, когда они там разбивали стекла в этих ресторанах, такое было, да, но при этом, если самому не нарваться, тогда ты в порядке, вот, то есть с тобой ничего не будет, ты в безопасности. и я здесь себя чувствую в полной безопасности, даже когда на улицу хожу, и даже среди протестующих все равно можно себя чувствовать в безопасности, главное просто никак их не провоцировать, чтобы просто если ты среди них ходишь, тогда лучше не стоит высказывать свои политические мнения, которые против них настроены, прямо им в лицо, ну, это очевидные какие-то вещи. Ты уже сказал, что ты сейчас в Гонконге, потому что ты работаешь, да? Да. Амикхан в Астане. И как вы заканчиваете семестры, как вы сдаете экзамены? Все началось с того, что начались протесты на базе университетов, и также на нашем университете, и в связи с этим очень много полицейских начало оказывать противостояние студентам на базе университетов, и получается наши кампусы немного пострадали, и не были, это было небезопасно обучаться на территории кампуса, и наши занятия отменили до конца семестра, но перелив все на онлайн основу, то есть нам отправляют видео, мы также смотрим лекции, отправляют домашние здания и так далее. Также наши файнал экзамы перевели на онлайн основу, естественно, мы подписываем документы о том, что мы не будем списывать, но при этом они сделают экзамены немного сложнее, потому что они разрешают пользоваться книгами по курсу, да, вот, поэтому, да, все изучаем онлайн на данный момент, вот, но для того, также изучают онлайн, то есть он не ходит на лекции, кампусы, их отменили, но я приехал в Астану, потому что родители беспокоятся обо мне. Понятно, то есть все предметы, которые вы закрываете онлайн, будут считаться на ваши финальные кредиты, да, есть такая опция, что, естественно, это неудобно, некоторым студентам будет верно, потому что некоторые все равно люди, возможно, протестуют, некоторые, ну, для многих студентов это создало определенное неудобство, и они предоставляют возможность выбрать метод твоей оценки, то есть, возможно, это будет letter grade, то есть тебе поставят какую-то оценку, то есть A, B, C, и так далее, pass and fail ты можешь выбрать, либо ты pass, либо fail, и можешь дропнуть курс. То есть, если вы выбираете pass and fail, он не будет считаться за вас major, да? Не, он, то есть, если ты pass, получается, тебе кредиты засчитают, но оценка не пойдет в GPA. А, понятно. Также я хочу сказать, что, на самом деле, я сейчас на кампус хожу и посещаю библиотеки, ну, то есть, я хожу в библиотеку, там, учиться и все такое, потому что сейчас уже на данный момент все безопасно, просто усилили охрану, то есть, наняли разные этнические меньшинства, чтобы они были охраной. Почему? Потому что местные жители могут проявить какую-то поддержку протестующим и пропускать их на кампус, хоть и они, потому что они просто политически с ними согласны, да? Вот. и университет нанял много этнических меньшинств, таких как, допустим, людей там с Пакистана, Индии, с Африки, которые приехали сюда, чтобы они выполняли функцию охраны и они проверяют твой ID, и только если у тебя есть student ID, ты можешь попасть на кампус, но все равно сейчас уже все работает, также рестораны на кампусе тоже работают и, в принципе, работа возобновилась. Мои родители тоже беспокоились, они у меня спросили, что для меня будет лучше, я им сказал то, что да, вот у меня есть возможность, которую я не хочу упустить, и поэтому я считаю, что здесь достаточно безопасно, чтобы оставаться. Я попросил их не беспокоиться, потому что если что-то случится, я могу там уехать в какие-то ближайшие страны, например, у нас безвизовый режим там в Малайзии есть, вот, и это, в принципе, здесь не проблематично. Вот, если что-то прямо на крайняк случится, то я в любой момент могу уехать за границу. Нурдолье, ты сказал, что ходить, в принципе, ходить, даже находиться рядом с протестующими безопасно, но насколько вот мы знаем, насколько нам показывают СМИ и соцсети и так далее, то это то, что люди, которые выходили в чёрной одежде или с зонтиками в город, особенно во время митингов, в них можно было, полицейским позволялось стрелять резиновыми пулями и там валить их на землю и так далее. То есть, это был признак протеста агрессивного. Это на самом деле так? Ну, вообще, вообще процесс такой, то есть, например, скажем, 11 числа вот ноября произошёл инцидент возле нашего общежития, то есть, прямо около подъезда нашего общежития, что произошло, то, что какого-то студента вычислили, то, что он там лидер протестующей группы какой-то и приехали четыре полицейские машины, чтобы его задержать. То есть, когда у них есть ордер на арест, они могут там пройти в общежитие, да, и арестовать студента и забрать его. Что произошло, то, что местные студенты, в основном, которые также ходят на протесты, они все собрались, это было ночью, где-то 12 часов ночи или к часу, к двум, они, получается, все протесты резко собрали всех, то есть, это было несколько общежных корпусов, они все спустились и не давали полицейским выехать обратно в полицейский участок. И что произошло, то, что вот на полицейские начали их разгонять, начали применять разные там слезоточивые газы. Ну, до этого они, конечно, просили их разойтись и предупреждали о том, что они могут открыть огонь там из резиновых пуль или там слезоточивым газом. Вот. И когда такие вещи происходят, во-первых, полицейские часто показывают то есть предупреждение. И если ты не участник этого протеста, то тебе нужно немедленно покидать место, потому что ты видишь то, что полиция предупреждает то, что она может открыть какой-то огонь там резиновыми пулями или слезоточивый газ. Вот. В то же время это не совсем безопасно находиться в таких массовых скоплениях, потому что ну там очевидно происходит что-то не то и нужно как можно быстрее оттуда уходить. В итоге как это закончилось, то что там несколько студентов на них разбрызгали из баллончиков слезоточивый газ, вот. Другие студенты им помогли, вот. Но полиция конечно смогла уехать, студенты все обратно разошлись. Когда такие случаи происходят в городе, часто бывает то, что полиция не все делает по протоколу. То есть они могут абьюзнуть свои права, то есть они могут там без предупреждения взять и выстрелить в кого-то или что-то такое. Это происходило и таких случаев было, то есть это неоднократный случай такой был. Да, это можно сказать то, что это небезопасно, но при этом все равно как-то я тоже находился недалеко от таких происшествий, но когда видно, что ну там что-то не то намечается, обычно это видно и просто нужно побыстрее оттуда уходить, да, и лично я никогда не попадал в такую ситуацию, что я прям безвыходно где-то застрял. Окей, то есть по-настоящему опасно только если у тебя есть намерение там протестовать, да? и конечно же это очевидно, то, что нужно избегать одевать белые или черные футболки и просто получается одеваешь как-то максимально нейтрально и просто стараешься не провоцировать никого, ни полицию, ни протестующих. А как наше посольство отреагировало? Какую помощь казахстанским студентам она оказывала? Они смогли договориться с компанией Эйрастана, кстати, им огромный рахмет, они отменили дополнительную оплату на перенос билета, то есть каждый человек, у которого был куплен билет на Эйрастану и даже независимо если казахстанские это гражданин или нет, они могли поменять на ближайшую дату вылета без дополнительной оплаты. Амирхан там зашарил, он же предприниматель машины, он взял билет купил на дату, когда билеты дешевле и потом поменял. Амир, как всегда, бизнесменен. Также посольство всегда помогало добраться до аэропорта, то есть потому что студенты массово начали покидать, получается, около больше ста студентов, они уехали и логистику помогали организовывать тоже через нас, через касса сайте они помогали всю эту логистику организовать, чтобы студентов где-то собрать и построить какой-то маршрут, нанять автобус и все эти расходы покрывало консульство, но насколько я знаю, консулы, которые там работают, они все покрывали со своих карманов. возможно им возместят позже, но я не знаю, как насчет этого там работает, но насколько я знаю, они со своих карманов там это все платили, вот, и за это им большой рахмет, что они помогли нашим студентам, когда нужно было, вот, и также они пытались, ну, то есть мы их добавили в различные мессенджеры, которые у нас есть, и они старались информировать студентов в некоторых ивентах, или какие места стоит избегать, в какое время. Тогда такой вопрос, ну, вы все равно, как бы, думаете продолжать учиться в Гонконгском университете, да? Да. Вечно я, да. Не было мысли, Амирхан, у тебя, что, ну, его нафиг, я лучше переведусь в другой университет, буду в спокойной стране учиться? Вообще не было, если честно. Ну, то есть, я знал, что это временно, но, в конце концов, это должно решиться, поэтому, ну, вот, сейчас я уже, по сути, уже прожил, да, можно сказать. Может, еще во втором семестре там что-то будет, но, посмотрим, Ну, я думаю, в следующем году точно все нормально будет. Ну, плюс, мне осталось полтора года учиться, так что, смысла нету. Если, допустим, что-то совсем не так пойдет, да, тогда можно будет, там, я знаю, насколько я знаю, какие-то тайваньские университеты предлагают трансферы всем, кто здесь в Гонконге какие-то все же. Окей, ну, самое главное, что с вами, с казахстанскими студентами все в порядке, все в безопасности, и классно, что продолжается учеба, что все равно дают возможность учиться. Да, это очень круто, потому что это, ну, как бы, много работы, и в таком темпе все полностью перевести на онлайн, это большая заслуга, мне кажется, университета. Еще очень экстренно. Это же у нас должна быть дискуссия. Нурпис, как ты думаешь, вот в Абу-Даби когда-нибудь может такое произойти? Такая экстренная ситуация? Экстренная в плане климата, либо в плане политического климата? В плане политического климата, Честно говоря, я не думаю, что такое вообще возможно будет, потому что государство и жители страны, то есть не только локалы, но и резиденты страны, экспаты, отношение имеет очень хорошее, так как государство в основном дает очень хорошую возможность не только жителям, но и всем экспатам. Но если такая какая-то экстренная ситуация будет, не обязательно политического климата, а в другом контексте, вроде бы в моем университете есть договор с Нью-Йоркским университетом, где нас всех, которые учатся на гранте, либо ученики вообще нашего университета даже не на полном гранте могут перевестись в Нью-Йоркский университет, и вроде бы наш грант сохраняется в течение этих лет, которые мы не закончили в Абу-Даби. А вообще в Абу-Даби проходят хоть когда-нибудь какие-то митинги? Нет, лично я такого не встречал, и да. А в Австрии? В Австрии у нас, ты не видел, когда находился? Нет, вроде ничего не было, да? В то время, наверное, нет. Примерно весной, наверное, весной они выступали. У нас часто, на самом деле, очень часто митинги. Это люди, в основном, это мигранты протестуют, потому что правительство всё больше и больше ужесточает правила для их пребывания в стране. Там они должны работать, те, кто учатся, должны учиться, и это жёстко проверяется. В общем, жёсткие условия, они по этому поводу уступают, но мирно там иногда бывает по городу проходят с плакатами, никто их не трогает. Ну, на самом деле, тоже в Конге всегда протесты были мирные, и никто не ожидал, что может так ну, как бы обернуться, да? То есть они могут стать настолько violent, и что когда первый раз произошёл выстрел слезоточивого газа, все СМИ были в шоке, и все СМИ писали прям на главных заголовках «Произошёл выстрел слезоточивого газа». То есть все были в полном шоке от того, что произошло, ну, что-то такое произошло. И каждый раз, когда происходило, ну, то есть следующий этап жёсткости, каждый раз это воспринималось с очень большим удивлением, что-то вроде чудо, ну, то есть как это могло произойти в Гонконге. Вот, и всегда удивлялись, потому что Гонконг всегда был знаменит тем, что у них очень мирные протесты, вот, и поэтому очень много мнений есть, что на самом деле вот эта экстремистская часть протестующих, она, ну, то есть является каким-то тоже с одной стороны политическим игроком, ну, то есть более большой игры какой-то. То есть то, что это эффективно создаются такие силы, чтобы, ну, то есть экстремистские какие-то идеи, чтобы меньше людей поддерживало протест, и протест как бы быстрее потерял поддержку большинства. Ну, в общем, очень много разных теорий насчет этого. Давайте тогда перейдем к нашей передпоследней рубрике, поговорим о ваших страхах и мечтах в целом в нашей рубрике «Самая заветная мечта и самый большой страх». Давай, Амирхан, начнем с тебя. Можешь поделиться самой заветной мечтой и самым большим страхом? Страх, наверное, это потерять амбиции, то есть мечту, да, скажем, цели, когда тебе уже ничего неинтересно. Вот это, наверное, самое страшное. Насчет мечты, ну, я думаю, на разных этапах жизни у тебя разные цели. На данный момент, допустим, я хочу хорошо учиться, попасть в хорошую компанию и так далее. Если смотреть немного дальше, то, возможно, я хотел бы свой стартап открыть, компанию завести, потом, может, в дальнейшем поработать, скажем, на Зарвайском университете как профессор, да. То есть, ну, получить дикры, конечно, получить тоже студентов, передать им что-то, ну, и, конечно, завести семью, это по дефолту, вот. Ну, на данный момент такие мысли, если честно, то есть, бизнес, потом, и обучать, я думаю, классно. Понятно. А ты, Нордовля? Я с Амером полностью соглашусь, но еще бы хотел добавить, наверное, то, что действительно такая заветная мечта это, наверное, будет, чтобы, ну, вот знаете, когда вот, наверное, особенно тем студентам, ну, то есть, вы поймете, когда вот за границу уезжаете, и видите, ну, в том же Гонконге, да, или в Европе, когда ты видишь то, что уровень образования очень высокий, и люди, они очень aware of things that's happening in politics и в разных сферах вообще в стране, когда люди реально интересуются, то есть, у них, когда выше уровень образования, они интересуются делами государства и, соответственно, как-то на них влияют. Вот, и я бы хотел, чтобы в Казахстане тоже уровень образования сильно повысился, и чтобы люди могли действительно как-то, ну, влиять, то есть, не только хаять государство, а действительно принимать какие-то шаги, чтобы, если тебе что-то не нравится, то человек шел и делал, тогда мы могли бы растить своих детей в более лучшей среде и сами жить, наслаждаться более классным Казахстаном. Насчет ну, то, что этого не произойдет, и все будет в цикле каких-то неудачных в цикле, в цикле, в цикле, Мама, если у меня есть отношения, то я получил это отношения в Казахстане, и я получил это отношения в Казахстане. Рахмет. Алсейн Амирхан. Я не знаю, что вы делаете. Первый день, я хочу отношения в Казахстане. В Казахстане в Казахстане. Я учился на моем диме. Может мне учиться, что я учусь, и я учусь к Азахстане, и я учусь к Мюнхендару. Когда мы учусь, я учусь к Азахстане. Я учусь к Азахстане, и они учусь к Азахстане. Я учусь от всех учoshеных. Да, да, да. Ахмед. Нурдовлет Амирхан, спасибо ещё раз вам, что согласились поучаствовать сегодня в нашем подкасте. Он на самом деле получился очень интересным. Обсудили очень актуальную тему. Расскажем нашим слушателям про гонконгские университеты. Я думаю, это очень интересно узнать, как его учиться в Гонконге. Желаем вам успехов во всём. Поскорее вернуться на учёбу, на нормальную учёбу, да, чтобы всё было спокойно, чтобы у нас всё было спокойно. Вот, спасибо вам ещё раз. Спасибо нашим слушателям за то, что слушают нас, подписываются. Не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст на любой удобной для вас платформе. Это Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, а также YouTube. Не забывайте делиться нашими выпусками и оставлять комментарии. До новых выпусков!